Всем привет! В этом видео поговорим о том, что премьер-министр Канады разочаровал канцлера Германии отказом поставлять газ в Европу. Канадский премьер Тридро успел разочаровать немецкого канцлера отказом увеличить экспорт канадского СПГ в Европу. Указанная новость была опубликована еще до прилета немецкого канцлера в Канаду. Олаф Шольц должен посетить Атаву с официальным визитом 21 августа. Однако уже сейчас немецкий канцлер получил ответ от канадского премьера, который ставит под сомнение целесообразность будущей встречи. Тем не менее, европейская пресса считает, что главам правительств есть что обсудить. Одной из центральных тем, вероятно, станет обсуждение ситуации вокруг ремонта газовых турбин «Сименс». «Газпром» уведомил ранее немецкую компанию, что не может принять газовую турбину ни с территории Германии, ни с территории Финляндии из-за санкций Евросоюза. Для того, чтобы «Газпром» принял назад застрявшую ради в Канаде газовую турбину, ее необходимо из Германии направить обратно в Канаду, а уже оттуда в Ленинградскую область. Наверняка Трюдо Шольцом обсудит будущее взаимодействия по вопросам, связанным с транспортировкой и ремонтом газовых турбин. Ранее европейские СМИ предполагали, что Канада не заинтересована в возврате «Газпрому» газовых турбин из-за того, что канадские газовые компании рассматривают Европу как важный рынок сбыта своего СПГ. Речь идет о среднесрочной перспективе. Сейчас пропускная способность имеющихся в Канаде экспортных газовых терминалов на востоке страны имеет малую пропускную способность. Необходимая для экспорта газовая инфраструктура создана на западном побережье Канады и рассчитана она на поставку газа азиатским потребителям. Вести газ на газовозах западного побережья Канады в страны Европы с учетом длинного транспортного плеча нецелесообразно. При этом на восточном побережье Канада не планирует строить новые экспортные хабы, либо модернизировать существующие, прикрываясь заботами об экологии. Любопытно, что канадские чиновники проявляют заботу о защите окружающей среды только в восточной части страны и безразлично относятся к проблемам экологии в западных штатах. В действительности канадское правительство дает понять, что не рассматривает Европу в качестве перспективного рынка сбыта для своего газа. Так, предположу, что Канада считает, что конкурировать с «Газпромом» за европейский газовый рынок бесполезно. Возможно, канадский пример считает, что текущий кризис в отношениях между Россией и Европой вскоре будет преодолен, и «Газпром» вновь увеличит экспорт трубопроводного газа европейским потребителям. Ну а Германия пока явно не везет с поиском альтернативных поставщиков газа. Напомню, что недавно поставлять жиженный газ немецким компаниям отказался Катар. Продолжение следует...